Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании Тикмил и с вами я Артур Идиатурин. Сегодня мы с вами поговорим про азиатскую экономику и про азиатские данные. У нас вышел сегодня очень интересный отчет от United Nations, который мы сегодня с вами разберем. Для начала хочу заметить, что сегодня в понедельник у нас азиатские рынки акций, азиатский индекс, они закрылись в плюсе. Корейский индекс мы видим прибавил 2%, чуть более 2% сейчас двигается к обновлению своего исторического максимума. По японскому индексу также положительная динамика, очень похожая картинка, как и с корейским ситуацией обстоит. По китайским акциям также видим позитивную динамику, они также закрылись в плюс. Что нельзя сказать про европейские рынки, про американские фьючерсы, они сегодня чувствуют себя не очень хорошо. Скорее всего у нас нью-йоркская сессия начнется с минуса, американский рынок уйдет вниз, последовав за таким внезапным сюрпризом вниз, который наблюдается на европейских акциях. Но речь сегодня пойдет не об этом. Мы будем разбирать отчет от United Nations. Давайте посмотрим, что это за отчет. Это отчет по иностранным прямым инвестициям в экономике за 2020 год. Этот отчет подогрел оптимизм и интерес к азиатским экономикам, потому что он показал, что прямые инвестиции в китайскую экономику выросли на 4%. Давайте посмотрим, где это у нас отмечено. Значит, вот здесь мы видим, что прямые инвестиции в китайскую экономику в 2020 году выросли на 4% до 163 млрд долларов. В то же время в отчете также отмечено, что по американской экономике прямые иностранные инвестиции зафиксировали падение. И падение составило 49%. То есть практически в половину сократились инвестиции в американскую экономику. Размеры составили 134 млрд долларов. Что мы видим, какой можно вывод практическую ценность, какую имеют данные цифры? По сути, это мнение инвесторов, что США у нас хуже и дольше справляются с санитарным кризисом. И, следовательно, будут уступать Китаю в темпах восстановления. Мы не говорим только про 2021 год. Мы также говорим про последующие годы. Потому что, понятное дело, у нас в 2021 году в США будет новый пакет стимулов. Там будет какой-то кратковременный скачок в экономическом росте. Но что данные цифры показывают нам? Что вперед смотрящие прямые иностранные инвестиции, которые рассчитаны на горизонт 5-10 лет, они нам показывают, что резко изменилось у нас отношение инвесторов, если мы рассматриваем американскую и китайскую экономику. То есть, в полане вынимилась, будем так говорить, американская экономика у инвесторов, и резко повысился интерес к китайской экономике. Значит, если мы посмотрим в целом, что происходило по развитым экономикам, по развивающимся экономикам, по Восточной Азии, то можно видеть следующую динамику. По Северной Америке, куда входит США, у нас сокращение прямых иностранных инвестиций составило 46%. И составило 166 млрд долларов. Если мы говорим про развивающиеся рынки экономики Азии, то можно видеть, что падение состояло всего лишь 4%. 476 млрд долларов в 2020 году поступило прямых иностранных инвестиций в эти экономики. В данный сектор стран у нас входит Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония. И из этого можно сделать вывод, что разница в данных цифрах, она как раз-таки отражает вот эту оценку инвесторов, как страны справляются с кризисом, и какая будет у них норма доходности в следующие 5-10 лет. Потому что прямые иностранные инвестиции, это, например, покупка завода или строительство нового завода и так далее. То есть это покупка чаще всего какого-то основного капитала, доходность от которого, да, ее можно будет посчитать только вот на горизонте 5-10 лет. То есть, по сути, вот этот отчет и, по сути, сдвиг в ожиданиях инвесторов, он несет очень много информации ввода того, как будет развиваться азиатская экономика, да, азиатские страны, как они будут развиваться по отношению, например, к США, к Европе. Мы видим, что произошел у нас вот такой вот резкий сдвиг. И, естественно, это позволяет нам полагать, что азиатские акции, да, которые, собственно, отражают силу, возможности экономики, ее потенциал, у них есть действительно перспектива дальше продолжать с опережающими темпами расти, опережать рост на тех же американских и европейских рынках. Можно заметить, например, я привожу вам следующий график. Это сравнение доходностей ETF, ну, то есть, фондов, которые реплицируют, да, по сути, индексы акций. Я тут привел, получается, два ETF, два крупных ETF. Первый ETF – это у нас тот, который реплицирует индекс SP500, это ETF SPY. И второй ETF – это у нас паназиатский индекс, который собирает компания Vanguard. Данный фонд включает в себя, он покупает акции, собственно, азиатских компаний. И что мы видим? Начиная с ноября 2020 года у нас доходность азиатского фонда, она начинает, как мы видим, здесь опережать. Начиная вот примерно с середины ноября, она уходит вверх и с опережающими темпами растет. То есть, у нас уже появляется некоторая тенденция, исходя вот из последнего квартала 2020 года, что больше внимания инвесторов появляется, возникает именно на азиатских рынках. И вот эту информацию нужно учитывать. То, что рынок нам показывает разную доходность по американским акциям и по азиатским акциям. Это также укладывается в наше обсуждение того, что другой тип инвестиций, это прямые иностранные инвестиции, которые на более дальний срок рассчитаны, они, по сути, нам говорят о той же самой динамике. То, что относительное превосходство, будем так говорить, в темпах восстановления у азиатских экономик, оно будет выше, чем у экономик тех же самых США и Европы. По Китаю нужно еще заметить, что в четвертом квартале, почему сейчас очень много внимания прикол на китайской экономике, во-первых, они очень хорошо справились с кризисом, с пандемическим, да, сумели сдержать развитие инфекции. И это лишь, всего лишь одна из разных стран, которая показала положительные темпы рост в 2020 году. Она выросла на 2,3%, когда у других стран был большой минус. В четвертом квартале у нас по китайской экономике ускорился рост, ожидается в этом году ускорение, в общем, в чрезвычайно хорошей форме на других экономик находится Китай. Собственно, поэтому, если есть возможность, если есть желание сделать какую-то валютную ставку, то прекрасным инструментом, да, хорошим инструментом для этого это как раз-таки будет пара доллар-юань. Можно видеть, например, что начиная с середины 2020 года у нас вот такая вот динамика происходит. То есть стремительно, просто стремительно укрепляется китайский юань по отношению к американскому доллару. Есть все основания полагать, что эта тенденция продолжится. Исходя из данных, которые мы сегодня обсудили, то же самое можно говорить о японской иене. Вы с вами обсуждали этот момент, что возможно будет происходить ее дальнейшее укрепление в сторону стаб-пунктов. Если есть возможность торговать Корейской ООН, также стоит присмотреться, так как в азиатских экономиках мы видим не только лучшую динамику в плане развития, в плане сдерживания инфекции, но и в целом их торговую и экспортную активность, которая вот и инвестиционная активность, как мы с вами сидели, которая наблюдается в данных. Так как у нас валюты национальные, они отражают состояние экономики, ее перспективы, основываясь на этих данных, мы можем рассчитывать, вот такой у нас собрался солидный фундаментал, чтобы говорить о том, что азиатские валюты, они некоторое время должны быть привлекательны, более привлекательны, чем валюты западных конкурентов. Говоря о прямых иностранных инвестициях, давайте определимся с Теревна, что мы понимали, это, как я уже сказал, покупка и вложение, прежде всего, в основной капитал, доходность которого растянута во времени, инвесторы не ожидают получить, допустим, доходность через год или через два прямых иностранных инвестиций. Они рассчитывают на доходность, которая будет понятна через 5 или через 10 лет. То есть, далеко вперед смотрящие инвестиции, которые говорят о том, что рост этих инвестиций в определенной экономике, это значит, что на горизонте 5-10 лет инвесторы видят большие перспективы в этой экономике. Вот этот отчет, который мы с вами разобрали, он также поддержал сегодня валюты товарные. Мы видим такую вот динамику по австралийскому доллару. Давайте посмотрим, что там с ним у нас происходит. Также он сегодня укрепляется против американского доллара. Мы видим также у нас положительную динамику и в новозеландском долларе. Почему это происходит? Мы знаем, что как в Австралии, так и в Новой Зеландии они очень хорошо торгуют с Азией. И поэтому любой оптимизм, любой сдвиг в ожидании по поводу азиатских экономик, он сразу транслируется и на валюты тех стран, с которыми идет какая-то тесная торговля. И поэтому вот эта динамика в азиатских экономика, она вот как-то косвенно будет передаваться также и на валюты таких стран, как Австралия и Новой Зеландии. Это нужно иметь в виду. Поэтому этот позитивный тренд, который мы наблюдаем в австралийском долларе, он на основании данных из Азии также будет, ну, есть возможность, да, вот полагать, что он также будет продолжаться. То же самое можно говорить о новозеландском долларе. Он даже лучше растет, по сути, чем австралийский сейчас, но также он опирается на силу азиатских экономик, на их возможности, так как позволяет это нарастить экспорт, в том числе Новой Зеландии, есть страна, которая сильно зависит от экспорта. Поэтому мы видим вот такую вот также положительную динамику. Очень сильный рост против доллара США, который тоже продолжается, начиная с ноября, как мы видим. Все это укладывается вот в эту картину, что относительное превосходство азиатских экономик, оно подпитывает также и Новозеландию, в плане роста экспорта Новой Зеландии. Ну и, соответственно, вот такая вот нехитрое усиление активности в Новой Зеландии, оно отражается, соответственно, и на новозеландской валюте. Поэтому они, конечно, также остаются в приоритете в плане покупок, так как товарные валюты они еще не исчерпали, как мы видим, потенциал. У нас на этой неделе внимание будет приковано, как мы знаем, к отчету ФРС, который у нас, к заседанию ФРС, который у нас пройдет в среду. Давайте немного о нем поговорим. Что ждут инвесторы по поводу заседания ФРС? Значит, основной фокус будет на комментариях Джереми Павлова, на комментариях, на сути содержания заявления ФРС, где в фокусе будет именно оценка ФРС того, что правительство хочет опять, вновь обратиться к долговому рынку, чтобы увеличить заимствование, чтобы профинансировать новые стимулирующие меры, которые Байден предлагает. Так вот, эти меры, этот пакет мер, в большей мере, до большего части, она будет финансироваться за счет новых заимствований. И понятное дело, что новые заимствования, это, по сути, новый приток облигаций правительства на рынок, новый приток предложения. И понятное дело, держатели облигаций, сейчас, они беспокоятся, что этот новый приток предложений может вызвать снижение цены. Поэтому они сейчас склонны, будем так говорить, исходя из предосторожности, мер, как-то вот сбрасывать, попытаться уходить от этого риска и сбрасывать эти облигации сейчас. Естественно, для ФРС очень важно поддерживать стабильность на кредитных рынках, в том числе на рынке Трежерис, основной рынок, в США, по сути, из которого формируются уже все остальные процентные ставки. Очень важно поддерживать стабильность на этом рынке, и поэтому от ФРС будут ждать какие-то комментарии о том, что они привожат все необходимые усилия, чтобы помочь правительству безопасно, будем так говорить, без риска занять на рынке, не всковыхнуть, по сути, рынки. Вот такая вот у нас сейчас складывается ситуация в плане ожиданий инвесторов, что они ждут от ФРС. Это именно то, как ФРС, как Джереми Пауэлл прокомментирует планы правительства и планы Байдена вновь начать занимать на долговом рынке, будет ли ФРС вмешиваться, если будет дан сигнал о том, что рынок Трежерис будет поддерживать путем увеличения покупок облигаций Трежерис на рынке, естественно, для Трежерис, для американского доллара в том числе, это будет означать следующие последствия. Увеличение баланса активов, увеличение покупок облигаций с рынка со стороны ФРС, это по сути рост денежного предложения. Рост денежного предложения это более слабый доллар. Соответственно, если у нас ФРС также дает сигнал, что она будет помогать правительство США безопасно занимать на рынке, тогда доходность Трежерис должна будет снизиться, так как инвесторы должны будут воспринимать это как сигнал того, что цены этих облигаций будут находиться на таком же высоком уровне, как сейчас, они не упадут от нового притока предложения. Соответственно, если у нас цены будут держаться на высоком уровне или пойдут выше, доходность по облигациям должна будет снизиться. Что касается баланса ФРС, мы с вами рассматриваем следующую картинку, следующий график, это номинальная стоимость активов на балансе ФРС. Мы видим, что несмотря на то, что ФРС уже завершила с монетарным смягчением, баланс активов у нас продолжает расти. Это вот очень неожиданная вот такая тенденция, которая у нас развивается сейчас в США, именно в политике ФРС. Там как бы уже четко вроде бы дали понять, что ставки достигли минимума, покупки облигаций с рынка, они ведутся в некотором объеме, который известен уже рынку, но все равно мы видим, что баланс активов продолжает расти, это означает, что денежные предложения в США продолжают также расти, и естественно лэлэ-картинка, вот эта динамика, она для фондового рынка, для доллара имеет последствия, последствия известные. Растет баланс активов ФРС, растет денежные предложения, это сдерживает какие-то любые попытки доллара укрепиться. Для фондового рынка это понятное дело, если ФРС скупает, если она наращивает баланс активов, она значит скупает какие-то договоры и обязательства с рынка. Это значит, она по сути неявно поддерживает кредиторов, а кредиторами они как раз таки являются у нас в том числе являются компании, которые входят в различные индексы. Собственно, если ФРС у нас предоставляет гарантии в виде того, что она скупает какие-то облигации и обязательства с рынка, фонды в рынке получают это неявную поддержку, так как кредитные условия остаются благоприятными для новых заимствований, риски остаются низкими, поэтому расти можно более безопасными мы говорим да, фондовыми. Если мы говорим про финансовые условия, то именно момент, как они зависят, как они изменяются в контексте вот этой динамики, которую мы с вами обсуждаем. Я приведу следующий график, это у нас кредитный спред, разница между доходностями защитных бумаг, то есть надежных облигаций корпоративных, то есть компаний с высоким рейтингом и доходности высокодоходных облигаций, то есть компаний, которые имеют менее высокий рейтинг, мусорный рейтинг, ну или рейтинг ниже инвестиционного. Собственно, кредитный спред, то есть разница в доходности между этими двумя типами бумаг она отражает спрос инвесторов на риск, так как если у нас снижается данный спред, это означает, что больше инвесторов проявляет внимание к высокодоходным облигациям, покупают они больше высокодоходных облигаций, доходность их должна падать. Если падает доходность, то спред между вот этими облигациями высокодоходными и защитными, он должен сокращаться. В принципе, что мы видим, то есть во время кризиса данный спред у нас вырос, но затем происходило его устойчивое снижение, которое происходит и в настоящее время, причем, как мы видим, у нас колебания затухают, и данный спред снижается стабильно и снижается с небольшими колебаниями, то есть более уверенно. это говорит о том, что продолжается у нас такая тенденция, что инвесторы хотят ищут доходность и попытки найти эту доходность, они влезают все больше и больше в высокодоходные облигации, в мусорные облигации, и за счет этого их доходность этих облигаций падает, и, соответственно, спред с защитными облигациями, он сокращается. Это вот одно из практических последствий вот этой динамики, именно динамики на балансе активов ФРС, мы видим, что у нас продолжает ФРС наращивать баланс активов, и это поэтому влияет на кредитные спреды именно таким образом, что инвесторы чувствуют гарантию, понимают, что есть гарантии ФРС, что у нас купят в случае необходимости облигаций, которые не нравятся инвесторам, в случае какого-то шока будут активно вмешиваться в рынок, они чувствуют эти гарантии, поэтому более активно скупают высокодоходные облигации. Трудно, конечно же, представить, что в таких условиях может какой-то случиться разворот на фондовых рынках, так как у нас во-первых, сейчас с пандемией в принципе мы приближаемся к концу, после вакцинации можно уже будет говорить, что более-менее правительство взяли под контроль пандемию. И второй момент, что у нас в ближайшее время ожидается новый пакет стимулов от фискального, новый пакет фискальных стимулов от правительства США от администрации Байдена, а это у нас очень мощный позитивный катализатор для фондовых рынков в том числе и для рынка корпоративных облигаций, так как это по сути будет говорить, что компании, которые выпустили эти облигации, они у нас в скором времени столкнутся с вот этим искусственно сгенерированным спросом со стороны правительства, с этими новыми деньгами. Их выручка вырастет, поэтому их облигаций в них меньше риска. Поэтому рынок корпоративных облигаций, он также будет, на нем положительно скажется эти планы правительства провести новые стимулирующие меры. Сегодня и в ближайшие дни, вот перед заседанием ФРС, у нас еще есть один, еще одно есть важное событие. Сегодня это будет голосование в Конгрессе по поводу назначения Джанаку Елен на пост Минфина. То есть ее уже одобрил комитет в Сенате, финансовый комитет в Сенате, он одобрил кандидатуру, но теперь будет голосование в Конгрессе. Естественно, будут голосовать как республиканцы, так и демократы. Очень важный момент такой, что Джанак Юрен нас назначил на данный пост Байден, то есть демократ. И процент поддержки со стороны республиканцев на сегодняшнем голосовании, он позволит понять, насколько республиканцы вообще в принципе поддерживают первых намерения и планы и политику Джанаку Елен. Напомню, что на прошедшем, из прошедшего выступления стало понятно, что Джанак Юрен, она собирается использовать низкие процентные ставки, которые сейчас у нас по трежерис, на рынке трежерис, использовать эти низкие процентные ставки для того, чтобы занять на рынке средства, чтобы профинансировать новую фискальную реформу. Видим, что сейчас ставка у нас находится на историческом минимуме, и поэтому возможность занять под очень низкий процент сейчас это очень удобная возможность для США, чтобы привлечь эти средства на экономическое развитие, потому что потом, когда ставки будут расти, занимать уже будет менее выгодно, а сейчас занимать для того, чтобы провести новые стимулирующие меры сейчас выгодны. Собственно, Джанет Елен озвучивал эту позицию, но мы знаем, что республиканцы они все-таки являются оппонентами демократов, и поэтому если же они поддержат сегодня кандидатуру Джанет Елен, показывают сегодня голосование, что высокий процент республиканцев проголосовала за Елен, это будет означать автоматически, что они поддержат эту экспансионистскую политику в плане увеличения государственных расходов, в плане этой новой фискальной реформы. Это значит, что когда у нас будет в ближайшее время голосование по фискальной реформе, можно будет ожидать, что ее поддержат и республиканцы. То есть у нас автоматически, исходя из сегодняшнего голосования по Джанет Елен, будет меняться вероятность того, как примут республиканцы, как они поддержат по сути планы и инициативы Байдена, занять снова 2 триллиона долларов, чтобы простимулировать экономику. Поэтому, как мы с вами знаем, так как любые планы американского правительства увеличить заимствование, это по сути означает новое вмешательство ФРС, чтобы поддержать планы правительства, это означает более слабый, это означает увеличение денежного предложения благодаря усилиям ФРС. Практическое следствие из этого это более слабый доллар. Поэтому, исходя из цепочки эффектов взаимосвязанных, мы с вами говорим о том, что если у нас сегодня голосование показывает поддержку республиканцев кандидатуру Джанет Елен, это фактически означает, что они также не будут особо противиться по новой фискальной реформе. И это значит, что доллар США должен попасть под удар, исходя из того, как сегодня разрешится вот это голосование. Поэтому следим за тем, что же у нас сегодня будет, как у нас сегодня республиканцы выразят свою позицию, того, считает Леонид Джанет Елен тем кандидатом, который сможет вызвать экономику США из кризиса. посмотрим, собственно, как это будет развиваться. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Остались какие-то вопросы или комментарии? Welcome, пожалуйста, под видео. Буду рад с вами обсудить ваши комментарии. Вот. На этом у меня все. Всего доброго. Торгуйся в профит.